Еще бы в районе 120 тысяч рублей в год, автомобиль уже нужно менять, покинуть в районе 1 миллиона и квартиру в ипотеку брать, ипотека где-то на 5 лямов, плюс надо что-то есть, одежда со временем изнашивается, да и остальное по мелочи. Нифига себе, а что, нету каких-то вариантов других, как-то все это обойти? Не, ну блин, конечно, у кого что это? Ну да, тяжело, блин. Блин, откажись от чего-то, да, у вас же там, блин, совсем тяжело с этим жильем, кучу бабок надо, обучение тоже, если, допустим, обучение я обучалась с этого, от завода, то, ну как бы, да. У тебя на даче на сокорках, ничего себе, сокорки норм, но спальник, ну нормально, это не была во Львове, была, была, и тачку с кондиционером. Так, привет, тигра, соляра, привет. Ой, что-то не то нажала. Ой, совсем я не то нажала. У кого что это? Это что, что? Было все рейсиане на кредитах и ипотеке. Ты на заводе трудилась? Да, я работала на заводе. Да, так получилось, что я должна была отработать три года на заводе. Ну, я вам скажу, что тяжеловато, конечно, работа, ну то, как мы работали там некоторое время, да, тяжело было. В основном, конечно, мы сидели, ничего не делали. Здрасте, это что за город Днепр? Сейчас работаешь где-то, а сейчас я работаю стримером. Да, кем ты была на заводе, я была аппаратчиком, аппаратчиком была я, да, работала. Все, все, поняла. Сейчас, ребята, минусу так-то, это я поняла, у меня что-то тут залагало. Что делаешь, а, что делает аппаратчик на заводе? Короче, смотри, фишка в чем. У тебя есть, типа, твое рабочее место, какая-то аппаратура, там, типа, вентиля, всякие эти моменты, я не знаю, сборники. Ты крутишь задвижки вентиля, у тебя есть линии, за которыми ты следишь, они могут зимой замораживаться. Ты должен их, там, например, паром горячим, каким-то конденсатом все это разогревать, то есть, такие моменты. Ну, блин, фигня, короче, работа, работа фигня. Аппаратчик, да, аппаратчик, да. Ты крутила вентиля? Да, конечно, вентиля крутила. Иногда руками не получалось, приходилось брать мартышки. Знаешь, такая мартышка? Такая палка, ну, допустим, вот, какая-то палка, и у нее такие две штуки трещат. И ты так вот вентиль запихиваешь и так вот крутишь. Переживем. О, гляньте, тут прикольно. О, это детский этот. Он же в целый день лазит. Детское чертовое колесо. Лошадки. Йоу! Трогательный зоопарк. Слушайте, а давайте в трогательный зоопарк сходим. Не хотите? Так, а ну, где тут? Привет, Алена, сейчас привет. Привет, партизан. Я бы посмотрела на это. Аха-ха, такая красивая может вообще работать. Да еще и на заводе, да еще и по рачкам. Ну, вот так вот. Работала работяга-тигра. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед. Тактильный типа. Да-да-да, тигра, гоно, детскую карусель. Парк как будто из 80-х. А сколько он стоит вообще? Трогательный зоопарк. Сколько у меня там бабок вообще осталось? Контактный, трогательный. Трогательный написано. Ручной сурикат. Скажите, а сколько вход? 1,90, 2,83. Больше по 70. Ага. А снимать же-то можно? Так и без спешки. Нет, без спешки нет. Ну что, ребят, пойдем? 90. А ну давайте почитаем, что тут за зверьки у нас. Летучие собаки. Карликовая обезьяна. Ага. Гоу-гоу-гоу. Идем. Дурага. Ну все, давайте сходим. Сейчас. Донатим, ребята, на зоопарк. Да, потому что сейчас. Где тут мои бабки? Сейчас будет контент. Да, сейчас я кое-что найду. Сейчас. Положу на эту... О! Воуу! А, у меня как раз 90 рублей осталось. Ну что, погнали? Сколько у нас там интернета? 2,29. Кошелек потерялась. Я уже давно часами плачу. Так. Видите, это украинские бабки. Поехали? Поехали. А ну, возьмите. Ручки обрабатываем, помогите. А ну, давайте сейчас. Давайте я придержу. Ага, давайте. А вы будете в режиме растирать. Ага. О, ребята, видите, обрабатываем ручки. Так вот еще можно. Отлично. Класс, спасибо. Вот на все обработаны, это так. На всякий случай. Класс. Ага. Ага. Пожалуйста, не съем. Она у нас маленькая. Маленькая. Может, перекусите, что салат достанет. Покажет. Всех не переживать. Особенно детские, чтобы никуда не срывали ручки. Многие хищниках. Сейчас будет пост у нас сахар на вас смотреть. После, где вы не были, вас проведут. У нас экскурсия по кругу. Ага, хорошо. Экскурсия по кругу. А что мы трогаем вообще? Лё, какие мелкие чувачки. Лё, кто это такие? Эй. Лё, какие. Лё, уматывай. Лё, какие уматывай. Лё, что-то там грызет. Лё, какой классный. Эй. Чувачок. Это енотик полоскур. Бегите, а то кто? Мальчишка, он его в зале сли. Он вручную. О, это змеюка. Прям как тигля. Какая зелёная. Фу, какая. Ля. Да. Да. Полос. Полосы там сейчас написано. Вообще, это королевская змея. Видите? Королевская. Огурец. А кто это? Ой, Боже, а что это такое маленькое? Прошлите, поснимай. Малёсик. Не покрасила? Спрятался. Вон он. Лё, какой маленький. Так ли они дерзкие вообще? Ты хвостом-то не ударился. Я хочу, чтобы вы в тебя. За хвост можно аккуратненько потрогать. Видите, как огрызается не хочет. А девочка вообще. Всё, всё, всё. Всё, всё, всё. Видите, за лысинку там, которая феромончики выделяет. А сзади можно аккуратно потрогать. Потому что, ну как, видите, пытаемся приручить. А вы же видите, какой огрызунок. Тоня не огрызается. Да, тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Сейчас отпустим. Да, глаза большие, потому что... Клячь ливые. Классный. Вот такая белочка-летёшка. Девочка-летёшка. Это мальчик. А у девочки есть сыночка. Когда детки рождаются, когда она как кенгуру, у нас несколько месяцев. А у него за лысинка, где феромончики выделяются. Да. Я не долбал. А не хотел. Ты же учи. Ну, спешку. Ты летела, да. Потрогайся, сзади, аккуратно. С ней сжимай, а просто поглоти. Он так не бросится. Девчонка вообще не боится. Ну, вот такое создание прикольно. Классно. И в природе тоже, если говорила, любят сидеть под... Ромариум, молчать.